Первая лекция это доктор Барбара Адамик, Польша Вротслав, эндотоксин из способа его измерения. Пожалуйста. Барбара Адамик, Польша Вротслав, эндотоксин из способа его измерения. Таким образом, мы можем видеть на экране, все хорошо. Вы можете видеть это? Да, мы можем видеть это. Вы слышите меня? Да, мы можем видеть вас хорошо. 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большая честь присоединиться к сегодняшней конференции. Прежде чем мы начнем, я бы хотела выразить свою благодарность компании Delrus и компании Эльтека за то, что пригласили меня. Я бы хотела представить себя и моего коллегу, кто будет следующим спикером. Меня зовут Барбара Адамик. Я ассистентом профессора Департамента анестезиологии и интенсивной терапии в Вродславском медицинском университете. Я являюсь ассистентом профессора Департамента анестезиологии и интенсивной терапии в Вродславском медицинском университете. Также являюсь главой лаборатории по диагностике и мониторингу синдрома мультиорганной дисфункции. И Мой коллега доктор Якуб Шмихович является главой отдела интенсивной терапии в нашей больнице. Университетская клиника в городе Вродслав, Польша. Эта больница вмещает в себя 1600 коек. На фото в правом углу изображена одна из наших палат интенсивной терапии. Наша цель нашего исследования заключается в новых подходах в лечении пациентов с сепсисом, включая экстракорпоральные методы очистки крови, а также введение представления новых методов в клиническую практику. Ниже приведены некоторые из наших работ по исследованию эндотоксина. Эндотоксины являются основным компонентом внешней мембрамы грам-отрицательной бактерии. Они отвечают за организацию и стабильность мембраны. На левой стороне можно увидеть примеры грам-отрицательной бактерии. Красная стрелка указывает местоположение эндотоксина в клеточной мембране. И с правой стороны представлена молекулярная модель внутренней и внешней стенки мембраны ЭКОЛИ с эндотоксинами локализированными в стенке мембран. Эндотоксины – это липополисахариды ЛПС в состоящей из полисахаридной части, ковалентно связанной с липидной частью. Хотя эндотоксины связаны в стенке бактериальной клетки, они непрерывно высвобождаются в окружающую среду во время роста и деления клеток и в большом количестве после гибели клетки. Since bacteria can grow in nutrient-poor media, such as water, saline and buffers, эндотоксины are found almost everywhere. Поскольку бактерии могут развиваться и в бедных питательными веществами средах, таких как вода, физраствор и различные буферы, There are several sources of endotoxins. The site of infection with a gram-negative pathogen from where bacteria and endotoxins enter the circulation. Translocation – when bacteria and bacterial products cross the intestinal barrier and enter the circulation. And other. For example, an antibiotic administration can facilitate the release of endotoxins by disrupting the bacterial membrane or contamination from drugs, fluids, water for dialysis and disposable equipment, which is quite rare. Endotoxins elicit a wide variety of pathophysiological effects. In conditions of excessive or systemic exposure, the organism to endotoxins a systemic inflammatory reaction can occur, leading to multiple pathophysiological effects such as sepsis, endotoxin shock, multi-organ failure and death. There are several methods of endotoxin detection and examples are Limulus amoebocytes amoebocytes test, LAL, used in research and industry. There are several methods of endotoxins, for example, LAL test, used in research and industry. Hemiluminescence method for clinical use and for research. Method hemiluminescence for clinical use and for research. And the rabbit pyrogens test is a historical method and is no longer used due to the inconsistent results. Тестная перагентность на кроликах является историческим методом и больше не используется из-за противоречивых результатов. An interesting fact is that LAL test is used on substances present, is based on substances present in the blood of this creature, the horseshoe crab. The picture shows the horseshoe crabs being bled for their endotoxin-detecting blood. Интересным фактом является то, что LAL test основан на веществах, присутствующих в крови такого существа, как мечехвост. На снимке видно, что у мечехвостов берут кровь, которую используют для обнаружения эндотоксина. Crab blood contains clotting factor granules, and in the presence of endotoxin, the blood turns into gelatinous mass that can be seen with the naked eye or measured. This method is widely used in the pharmaceutical industry to control endotoxin contamination of medical products. Этот метод широко используется в фармацевтической промышленности для контроля за загрязнением медицинских изделий эндотоксинами. Importantly, the test is not approved for clinical use. The endotoxin activity assay is the only one method of endotoxin detection approved for clinical use. Analyze активности эндотоксина является единственным методом выявления эндотоксинов, одобренным для клинического применения. It is a rapid hemiluminescent bioassay based on the oxidative burst reaction of neutrophils activated with endotoxin. The result is available after 30 minutes. Results between 0 and 0.39 endotoxin activity units are negative. From 0.4 to 0.6 units are elevated and above 0.6 units are considered high. Resultаты от 0 до 0.39 units активности эндотоксина являются отрицательными. От 0.4 до 0.6 значения считаются повышенными. От 0.6 значения считаются высокими. And patients with high endotoxin activity are potential candidates for extracorporeal endotoxin elimination with Alteco LPS absorber. Research on the effects of endotoxinemia is carried out in human and animal models. And this is an overview of the experimental setup used to conduct experimental human endotoxinemia. И этот обзор экспериментальной установки, используемой для проведения экспериментальной эндотоксимии человека. Катетеры помещают для инфузии эндотоксина, жидкости и исследуемых лекарств. Впоследствии для частого забора крови и контроля артериального давления устанавливают катетеры. Жизненные показатели постоянно контролируются во время эксперимента. Это краткое изложение экспериментальных органно-специфических эффектов. Если двигаться по часовой стрелке, наблюдаются общие симптомы эндотоксимии при низких дозах, такие как лихорадка, озноб, головная боль, мелгия, тошнота и рвота. Также наблюдаются сердечно-сосудистые симптомы, изменение почечной функции и активация коагуляции и иммунокомпонентных клеток. В микроциркуляции, нитричный оксид-депендент вазодилатации, увеличение intestinal permeability, значительные метаболические изменения, и респираторные и нейрологические симптомы могут быть обсуждены. Наблюдаются изменения микроциркуляции, вазодилатации, повышенная кишечная проницаемость, значительные метаболические изменения, респираторные и нейрологические симптомы. Значительные индивидуальные различия в интенсивности симптомов. Ниже приводится заключение о органно-специфических эффектах, вызванных эндотоксимией, в неэкспериментальных условиях, а при септическом шоке. Изменения аналогичны тем, которые наблюдаются в экспериментальных условиях, но значительно усилились, что приводит к развитию органной недостаточности септического шока и смерти. При движении по часовой стрелке можно наблюдать сердечно-сосудистую недостаточность, острую почечную недостаточность, коаголопатию, активацию лейкоцитов и массивное высвобождение цитокинов, вазодилатацию, гипотензию, нарушение кишечного барьера, повышенный уровень метаболизма, дыхательную недостаточность, церебральную дисфункцию. Значительные индивидуальные различия в интенсивности симптомов. Поэтому, антиэндотоксинные стратегии нужны, чтобы избежать органной недостаточность, чтобы избежать органной недостаточности, для уменьшения распространения активации лейкоцитов и массового высвобождения цитокинов, для восстановления иммунного баланса, для восстановления функций органов и для снижения уровня смертности. Фармакологические антиэндотоксиновые стратегии, такие как антитела, вакцины, фосфолипидные эмульсии, оказались неэффективными. Доступные в настоящее время варианты – это методы экстракорпоральной очистки крови на основе адсорбции. И следующий лектор расскажет более подробно про данные варианты. Я бы хотел воспользоваться данной возможностью, чтобы сообщить о выходе специального выпуска Journal of Clinical Medicine. Пожалуйста, рассмотрите публикацию по теме сорбционные методы очистки крови в специальном выпуске Journal of Clinical Medicine, которая будет опубликована в июне 2021 года. Благодарю всех за внимание. Благодарю вас, Барбара, за хорошую презентацию. И я бы хотел бы представить следующего партнера – Якуб Шмехович, Полонт-Вротклав, механизм воздействия педотоксина и его влияние на органную недостаточность. Пожалуйста, якуб. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, конечно, вы можете перейти. Окей, вы можете видеть презентацию? Мы можем видеть презентацию. Окей, окей, мой номер Якуб Шмихович. Я работаю, как Барбара сказал, в Велософт-Медико-Университет. У нас в департаменте главный интерес в сепсисе. Уважаемые господа, меня зовут Якуб Шмихович. Я являюсь главой отделения интенсивной терапии. Я работаю в городе Вроцлав, в Польше, в медицинском университете. Я вам расскажу про удаление эндотоксина. Откуда берется эндотоксин? Эндотоксин может попасть в кровоток не только из-за абцесса или другого источника инфекции. В здоровом организме существует огромное количество бактериальных клеток, особенно в кишечнике. Как следствие транслокации, небольшое количество эндотоксина может присутствовать в крови. У пациентов с нарушением кишечного барьера наблюдается повышенная транслокация бактерий и их токсинов. Это происходит у пациентов с внутренней ишемией или в шоковых состояниях из-за эндотелиальной дисфункции. У нас есть исследование, которое было проведено профессором Адамик и ее сотрудниками, в котором изучалась эндотоксимия у пациентов во время операции на открытом сердце. Белок, связывающий жирные кислоты, был использован в качестве маркера повреждения кишечника. Эндотоксин был значительно повышен после сердечно-легочного шунтирования, особенно когда время сердечно-легочного шунтирования было больше 90 минут, и эндотоксин оставался повышенным даже через 24 часа после операции и в группе пациентов с длительной процедурой сердечно-легочного шунтирования. Эндотоксимия наносит большой вред органам. Этот рисунок показывает сложность патогенетических механизмов острого повреждения почек в контексте сепсиса или обширного хирургического вмешательства. Острое повреждение почек в контексте. Острое повреждение почек поражает от 30 до 60% пациентов отделения реанимации интенсивной терапии. Септический шок является доминирующей причиной у пациентов с острым повреждением почек у 50 пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Гемодинамические изменения ответственны лишь частично. Это скорее результат сложного взаимодействия между сосудистыми, тубулярными и воспалительными факторами. А путь ТЛР-4, вызываемый эндотоксином, играет ключевую воспалительную роль при остром повреждении почек. Хотя точный механизм underlying renal dysfunction и сепсис remains unknown, there is a lot of evidence pointing to prominent role of TLR-4 receptor, which is expressed in the kidney. Its activation causes cytokine and hemokine release, mucoside infiltration, and that results in endothelial dysfunction, tibular dysfunction and orthodrinal metabolism and circulation. Хотя точный механизм, лежащий в основе почечной дисфункции при сепсисе, остается неизвестным, существует множество доказательств, указывающих на важную роль рецептора ТЛР-4, который проявляется в почках. Его активация вызывает высвобождение цитокинов и хемокинов. Инфильтрацию лейкоцитов, что приводит к эндотелиальной дисфункции. Дисфункции канальцев и изменению почечного метаболизма и кровообращения. Толлайт receptor 4 are located in tubular epithelium, in the glomeruli and vascular endothelium. Endotoxin is filtered and renal glomeruli internalized by S1 proximal tubules through TLR-4 and interactions between endotoxin and S1 tubules result in severe oxidative stress and damage and neighboring S2 segments. Direct renal damage by endotoxin can extend the occurrence of acute kidney injury and sepsis, even when hemodynamic parameters are well controlled. Рецепторы ТЛР-4 расположены в эпителии канальцев, гломеруле и эндотелии сосудов. Эндотоксин фильтруется в почечных гломерулах, интернализируется проксимальными канальцами S1 через рецепторы ТЛР-4, а взаимодействие между эндотоксином и канальцами S1 приводит к тяжелому окислительному стрессу и повреждению соседних сегментов S2. Прямое поражение почек эндотоксином может объяснить возникновение острого повреждения почек при сепсисе, даже если гемодинамические параметры хорошо контролируются. Рецепторы ТЛР-4-индепендент нипофоросакурат recognition системы. First, membrane-bound transient receptor potential channels. Activation of these channels on the neural cells generates pain during inflammation, and activation of these channels in the airway epithelium leads to the production of nitric oxide, which facilitates the pathogen clearance from the airways. Недавные исследования привели к открытию двух ТЛР-4 независимых систем распознания липополисахаридов. Во-первых, мембрано-связанных каналов транзиетного рецепторного потенциала ТРП. Активация этих каналов на нейтральных клетках вызывает боль во время воспаления. Активация канала ТР-ПВ-4 в эпителии дыхательных путей приводит к выработке оксида азота, который способствует выведению патогенов из дыхательных путей. The second ТЛР-4 independent LPS recognition system is intracellular and is based on caspase-dependent sensing of lipopolysaccharide in the cytosol. In the cytoplasm, lipopolysaccharides are sensed by caspase 4 and 5, leading to induction of pyreptosis and activation of coagulation. Pyreptosis is a beneficial defense mechanism against bacterial infections by minimizing tissue damage. But when overactivated, pyreptosis causes sepsis and septic shock. So many different ways to recognize lipopolysaccharides and this cause the importance of lipopolysaccharide as a pathogen-associated molecular pattern. Вторая ТЛ-4 независимая система распознавания lipopolysaccharides является внутриклеточной и основана на зависимом от caspase-4,5,11 восприятии lipopolysaccharides в цитосоли. В цитоплазме lipopolysaccharides воспринимаются caspase-4,5, что приводит к индукции пироптоза и активации коагуляции. Пироптоз – это полезный механизм защиты от бактериальной инфекции, сводящий к минимуму повреждения тканей. При гиперактивности также пироптоз вызывает сепсис и септический шок. Много разных способов распознания lipopolysaccharides подчеркивают важность lipopolysaccharides как молекулярного маркера, ассоциированного с патогенами. Pyreptosis is a programmed cell death, mediated by inflammatory caspases, which is characterized by the formation of large pores, which you can see down on the right, on the plasma membrane. Excessive activation of pyreptosis can lead to extensive inflammation, tissue damage, resulting in lethal septic shock. Pyreptosis – это запрограммированная смерть клеток, опосредованная воспалительными caspases, которые характеризуются образованием крупных пор на плазматической мембране. Чрезмерная активация пироптоза может привести к широко распространенной гибели клеток, обширному воспалению, повреждению тканей и органной недостаточности, что приводит к летальному септическому шоку. Эндотоксины contribute also to acute lung injury by induction of pyreptotic cell death via activation of inflammatory caspases and lung endothelium. Эндотоксины также способствуют острому повреждению легких путем индукции гибели пироптотических клеток через активацию воспалительных caspases в эндотелии легких. Ливер is an important participant of the body's reaction to endotoxemia. Эндотоксин uses both TLR4 and caspase pathways to induce high mobility group box 1 release from hepatocytes. High mobility group box 1 LPS complexes are taken up by macrophages and endothelial cells via rage and induced pyreptosis and death. And this process may play a central role in the pathogenesis of sepsis. Печень является важным участником в реакции организма на эндотоксимию. Эндотоксин использует пути как TLR4, так и caspase, чтобы вызвать высвобождение амфотерина и гепатоцинов. Комплексы амфотерина, LPS, захватываются макрофагами и эндотелиальными клетками посредством ligand of rage и вызывают пироптоз и гибель. Этот процесс может играть ведущую роль в патогенезе сепсиса. Мы проведем исследование для эффективности эффективности от эндотоксин removal в патогенезе септик шоком и эндотоксимию. В патогенезе септик шоком и эндотоксин активностью выше или выше 0.6 мы проведем 2-hour хемо-перфюсин с артеком lipopolysaccharide adsorber. Мы провели исследование, чтобы оценить эффективность удаления эндотоксина из кровотока у пациентов с септическим шоком и эндотоксимией. Пациентам с септическим шоком и тем, у кого единица эндотоксина была больше или равно 0.6, мы проводили 2-часовую процедуру гемо-перфюсии с адсорбером We compared the LPS group to the standard treatment group where эндотоксин activity was lower than 0.6. The majority of patients had intra-abdominal infections as a source of sepsis. Мы сравнили группу LPS с группой стандартного лечения, где единица эндотоксина была меньше 0.6. У большинства пациентов причиной сепсиса была внутрибрюшная инфекция. As expected, gram-negative pathogenes were cultured more often, but of note, one-third of septic shock patients had a documented gram-positive bacteria, fungi or mycoplasma. Some of these cases had high activity of endotoxins, even though gram-negative bacteria were not detected. And as you can see down on the bottom, endotoxin elimination was affected and the endotoxin activity decreased significantly after the treatment with adsorber. Как и ожидалось, gram-отрицательные патогены культивировались чаще, но следует отметить, что у одной трети пациентов с септическим шоком были зарегистрированы gram-отрицательные бактерии, грибы или mycoplasma. Эффективная эндотоксин elimination resulted in significant improvement in hemodynamic parameters and of organ function. Arterial pressure was significantly higher and notadrenaline dose was lower after treatment with adsorber. It resulted also in lower lactate level and improvement of organ function as measured by SOFA score. Эффективное удаление эндотоксина привело к значительному улучшению гемодинамических параметров и функции органов. Артериальное давление было значительно выше, а доза норадреналина была ниже после проведения процедуры с adsorber. Это также привело к более низкому уровню лактата и улучшению функции органов по шкале SOFA. Результаты аналогичные нашим были получены в итальянском исследовании. В ретроспективном анализе 52 пациентов с септическим шоком, не реагирующих на традиционную терапию, нуждающихся в больших дозах вазопрессорной поддержки с органной недостаточностью, у которых удаление эндотоксина было выполнено в качестве терапии экстренной помощи. Привело к улучшению гемодинамики, улучшению функции органов и снижению смертности. Есть evidence, что время эндотоксин removal и в результате публиковать в этом году, Japanese researchers investigated whether в результате в септик шоке пациент с эффектом от эндотоксин ремо 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 локация от инфекцион сайт, инфра или экстра абдоминал. Есть свидетельство того, что очень важно на своевременное удаление эндотоксина. В этом году специалисты из Японии опубликовали исследование. Они изучали, зависит ли результат лечения у пациентов с оптическим шоком от времени начала удаления эндотоксина и местоположения очага инфекции, интро- или экстра абдоминальной инфекции. Результаты исследования оказались очень впечатляющими, поскольку они демонстрируют, что несвоевременное начало лечения связывается с гораздо более высокой смертностью. В частности, группа пациентов с интро- абдоминальной инфекцией больше всего выигрывает от раннего начала лечения и элиминации эндотоксина в течение 9 часов после начала How about COVID-19? There is a preprint paper available at Metarchive in which эндотоксимия and circulating bacterium in severe COVID-19 patients were investigated. А как насчет COVID-19? На сайте Metrix прошу прощения Metrixiv на сайте Metrixiv доступна часть статьи, в которой исследователь эндоскопия и циркулирующие бактерии у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Enterocytes in ileum and colon express the angiocin converting enzyme 2 receptor and SARS-CoV-2 virus has been detected and stored. Enterocytes activity activity was measured in 13 ICU patients and it was high in 42% of them. Enterocytes в подвздошной и толстой кишке экспрессируют рецептор ACE2 и вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в калии. Активность эндотоксина была измерена у 13 пациентов находящихся в отделении реанимации интенсивной терапии. Она была высокой, более равной 0,6 у 42 пациентов. In almost all blood samples from COVID-19 patients the presence of bacterial DNA in serum was confirmed. It has been speculated that bacterial translocation from GI tract might complicate severe COVID-19 and might contribute to the cytokine storm. Практически во всех образцах крови пациентов с COVID-19 подтверждено наличие бактериальной ДНК в сыворотке крови. Было высказано предположение что бактериальная транслокация из желудочно-кишечного тракта может осложнить тяжелую форму COVID-19 и может способствовать ситокиновому шторму. Do experts recommend endotoxin remover? There is no clear answer. But although we don't have any expert recommendation regarding the use of blood purification techniques, there is vast amount of evidence to support endotoxin remover. Рекомендуют ли специалисты удаление endotoxina? На этот вопрос нет однозначного ответа. У нас также нет рекомендации экспертов относительно использования методов очистки крови, но при этом существует огромное количество доказательств поддержку удаления endotoxina. If I have time, I can present two cases where endotoxin remover was used. Yeah, we have time. All right. Okay, great. So the first was a 29-year-old patient with septic shock due to enterococcus fecalis who was admitted with severe ARDS that required ECMO treatment. The patient had also renal failure related to rhabdomyolysis that was treated with continuous hemotovia filtration. I'll be going. I'll be going. I'll be going. I'll be I'll be going. First was a 29-year-old patient with septic shock caused fecal enterococcus who passed with severe RDS who required treatment. ECMO was a patient had a poor lack of a rhabdomyolysis a patient had a non-prerive hemotovia filtration. On the beginning we tried high-frequency oscillation ventilation but on the second day we had to start ECMO. The patient improved, other pressure were weak and the blood pressure was stable. We tried high-frequency oscillation ventilation, but on the second day we started to ECMO. The patient improved, the pressure was was stabilized. But on the eighth day there was a severe deterioration. The patient experienced rapidly progressive second septic shock. The blood pressure dropped down almost to zero despite infusion of huge doses of vasopressors and resuscitation with chest compression was started. After steroids the blood pressure only slightly improved. the PCR blood analysis revealed acinetobacter of ammanni that was also cultured from the airways. Colistine was given and we did hemoperfusion treatment with arteco adsorber. Three hours after hemoperfusion vasoprasos were stopped and patient circulation was stable. The patient recovered and sometime later came to visit us in good health. the patient was in the patient was in the colistine and also performed in the patient after the patient was completely stopped. The patient was after the good В некоторое время приехал к нам в добром здравии. Также я расскажу вам про не совсем успешный опыт лечения. У пациента 38 лет развился фульминантный септический шок из-за предполагаемой грамм положительной этилогии. У него также развился тяжелейший ОРДС, была остановка сердца во время интубации. Он находился на вливании высоких доз катиоламинов, продолжал заместительную почечную терапию и даже получал дротрикоген альфа. Дротрикоген альфа, это зигрис. Мы измерили активность эндотоксина и уровень оказался чрезвычайно высоким. 0,9 единиц. Мы начали гемоперфузию адсорбером Альтека и экстракорпоральное удаление углекислого газа с помощью ДЕКАП. На третий день активность эндотоксина все еще была очень высокой. Поэтому мы повторили удаление эндотоксина, но состояние пациента постепенно ухудшалось и он умер. На снимке показана комбинированная экстракорпоральная поддержка, которая использовалась у пациента с полиорганной недостаточностью. Продолжение следует... Okay, so to conclude the take-home message, эндотоксин is presumed to be a key component in sepsis. High burden of endotоксин triggers excessive uncontrolled response that leads to multi-organ damage. Септик patients with endotoxemia have higher mortality. Endotoxin has a prominent role in the pathogenesis of septic AKI, which greatly increases the risk of death. И в заключении, уважаемые коллеги, я бы хотел подвести итог. Предполагается, что эндотоксин является ключевым компонентом сепсиса. Высокое содержание эндотоксина вызывает чрезмерную, неконтролируемую реакцию, которая приводит к поражению многих органов. У больных сепсисом с эндотоксимией – высшесмертность. Эндотоксин играет важную роль в патогенезе септического острого повреждения почек, что значительно увеличивает риск смерти. Транслокация бактерий эндотоксинов, которые возникают в сепсисе из-за каких-то либо патологий, вносят значительный вклад в развитие ОРДС и смерти. Откладывание и лечение сепсиса приводит к увеличенному риску смерти. Также на сегодняшний день доступно много различных гемосорбционных фильтров, которые эффективно удаляют эндотоксин из кровопотока септического пациента и имеют потенциал для того, чтобы улучшить общий результат. Спасибо за внимание. Now, should I continue with the next presentation, or should I answer questions? So, I think that we can continue. You can continue, and after the next presentation, we will discuss. Okay, so just give me a few seconds to change the presentation. Okay, so once again, еще раз меня зовут Якуб Шмехович. Извините, что я только немножко говорю по-русски, и я говорю по-английски. Okay, so caring for critically ill patients with COVID-19 in our ICU is the next topic of my presentation. Значит, дамы и господа, сейчас я представлю вам второй доклад, который посвящен лечению больных в критическом состоянии с COVID-19. Поделюсь своим клиническим опытом. It all has begun in December 2019, or perhaps some time earlier, in Chinese city of Wuhan. Wuhan is a city of 8 million population, located at the river Yangtze, when one of the tallest buildings in the world under construction. Все началось в декабре 2019 года, а может быть и раньше, в китайском городе Ухань. Ухань – это город с 8-миллионным населением, расположенный на реке Яньзи, где ведется строительство одних из самых высоких зданий в мире. By chance, there is also Wuhan Institute of Biology, a biosafety level 4 laboratory, where a research on dangerous pathogenes is performed. По случайному совпадению, в городе есть Уханьский институт вирусологии, лаборатория 4-го уровня биобезопасности, где проводятся исследования опасных патогенов. On January 24, 2020, a report that described an over-coronavirus from patients with pneumonia in Wuhan in China was published. The patients were febrile, had cough and dyspnea, due to pneumonia and ARDS. Coronavirus, responsible for the disease, was found on epithelial cells of the airways, and it was called SARS-CoV-2, and the disease was named COVID-19. Soon, we've learned a lot about the pathomechanisms of SARS-CoV-2. Binding to angiotensin-condenting enzyme 2 enables viral entry into the cells. ACE2 is expressed on a variety of human organs and tissues. Downregulation of these receptors may have an important role in the pathomechanisms of COVID-19. In severe cases, signs of endothelial dysfunction become evident. Вскоре мы узнали много нового о патогенезе SARS-CoV-2. APF-2 позволяет вирусам проникать в клетки. APF-2 экспрессируется в различных органах и тканях человека. Снижение уровня APF-2 может играть важную роль в патогенезе COVID-19. В тяжелых случаях наблюдаются признаки эндотелиальных дисфункции. The infection presents a broad spectrum of disease from no symptoms at all or only mild symptoms to multi-organ failure and death. Широк спектр признаков заболевания от полного отсутствия симптомов, легких симптомов до полиорганной недостаточности и смерти. It mainly affects lungs and some patients resulting in severe ARDS. В основном заболевания поражают легкие, а у некоторых пациентов приводят к тяжелому ARDS. But it can also damage other organs. Here we can see an example of the heart. Но коронавирус также может повреждать и другие органы, например, сердце. COVID-19 patients with organ failure need intensive care. I'll show you a couple of slides from the COVID zone in our department. Пациенты с COVID-19 с органной недостаточностью нуждаются в интенсивной терапии. Я вам хочу показать пару слайдов из красной зоны нашего отделения. This is one of our successful patients, a 38-year-old pregnant woman in 28-week gestation. On admittance, she was spontaneously breathing with the help of a high-flow nasal cannula, but she quickly deteriorated and required intubation and aggressive mechanical ventilation. On day 9, we had to start ECMO. On day 12, cesarean section was performed and a pre-term baby was delivered 7 points in APGAR's core. 12 days later, we could stop ECMO and she was discharged from the ICU after 40 days of treatment. But unfortunately, not all patients survive. We have operating theater in our ICU where we perform tracheostomies, insert ECMO cannulas and connect ECMO among other things. We use ultrasound and fluoroscopy to aid insertion of cannulas. and that's another picture is from our operating theater. Here we show how we use croning of patients and we use frequently this mode of ventilation strategy. In some, it gives spectacular effects, but in some, not. In most of our patients, we need to use heavy analgo sedation and some even muscle relaxation, especially in ECMO patients. This patient is on propofol, ketamine, idazolam, sufentanyl and clonidine infusion. Sometimes, we add lignocaine infusion for better tolerance of endotracheal tube. Recently, we also added phenobarbital and olanzapine to our sedation scheme. Most of our patients need to use strong anesthesia. Some patients need to be a relaxation especially for patients who are in the ECMO. Pациентам вводят инфузию propofol, ketamine, midazolam, sufentanyl, clonidine. Иногда приводят инфузию lignocaine для лучшей переносимости endotracheal трубки. Недавно мы добавили также phenobarbital и olanzapine в нашу схему sedации. Our patients here are on extracorporeal membrane oxygenation, ECMO. One of them is our colleague orthopedic surgeon. In ECMO patients all infusions must run through the pumps in order to avoid air getting into the oxygenator. Due to problems with blood flow and ECMO this patient is also on rocoronium infusion in addition to heavy alaric sedation. Все пациенты в нашем отделении находятся подключенными к аппаратам ECMO. Один из них наш коллега хирург-ортопед. У пациентов с ECMO все инфузии должны проходить через насосы чтобы избежать попадания воздуха в оксигенатор. Из-за проблем с кровотоком при ECMO пациенты также получают инфузию рок-урония в дополнении к сильным обезболивающим. В нашем отделении реанимации у нас есть экспресс анализаторы рентген аппарат и также тромбоэластограф. Here you can see how we try to protect ourselves as much as possible. Также мы не забываем о собственной безопасности. This is our management plan with COVID-19 patients. На экране вы можете увидеть план лечения больных с COVID-19. And we also have respiratory management plan in those patients. Также на экране представлен план лечения респираторных заболеваний у больных с COVID-19. спасибо за внимание. Thank you very much. Thank you for your attention. Yes, I'm open to questions. Thank you very much and thank you very much Barbara for excellent presentations. у меня есть несколько вопросов. Первый, скажите пожалуйста, использовали ли вы применение LPS адсорбера в курсе лечения пациентов с COVID-19? Если да, то когда и в какое время? So, dear lecturers, thank you very much for your presentation. So, we have a few questions to you. Could you tell us have you ever used LPS адсорбер during treatment of COVID-19 patients? Have you ever used it and could you please clarify when? No, not yet. We are prepared to do it. I think it's very important to have the right qualification of a patient. Actually, we haven't used it yet. Пока еще мы не использовали его, но мы планируем это использовать. Нужно подготовить специальных пациентов. И тогда еще один вопрос. Какие показания вы считаете у пациентов с COVID-19 для применения LPS адсорбера? And we also would like to clarify about your experience. Do you think that we can apply Altec LPS адсорбер on treatment of children? What do you think about what the criteria for using LPS адсорбер for patients with COVID-19? Well I think that when patient gets into septic shock that is bacterial of bacterial origin then I think that this is a right time to apply this adsorber how how to recognize it that that's actually challenging I think that when the patient gets into shock when the patient has other signs of bacterial infection so I mean we have procalcitonine that goes up sharply sharply when we have higher number of neutrophils then I think that this is the time to apply lipopolisacuride adsorption Значит одним из основных критериев является когда пациент септическим шоком имеет какие-то признаки бактериальной инфекции самое лучшее время для того чтобы применять вообще как бы вопрос конечно не самых простых но одним из показателей является рост прокальцитонина нейрофилов а также другие признаки thank you very much thank you very much Barbara and and introduce of sepsis and dear colleagues we have a few questions from our chat so before we proceed with Susan perhaps we can answer the questions from the chat so first question we receive we have a couple of questions could you tell us what is the time duration of treatment while using LPS absorber time duration standard time is two hours but we can extend this time up to six hours that's actually actually it's between two and six hours but when we use absorber it was recommended to use it for two hours but the treatment can now be extended to six hours we have the second question could you please clarify have you used any anticoagulants during the medical procedure yes yes obviously we we use heparin anticoagulation естественно что в режиме гемоперфузии нужно использовать гепариновую антикоагуляцию could you please clarify regarding the reimbursement could you please clarify regarding the reimbursement for LPS absorption is reimbursed in Poland by your government or by hospital or by patients have to pay for hem adsorption no in Poland the endotoxin removal is not reimbursed unfortunately this is the problem but sometimes we just use it just where the hospital pays for the treatment in Poland patients never never pay for the treatment Да К сожалению у нас значит в Польше не разработана данная методика по поводу оплаты процедуры гемосорбции пациенты тем не менее не платят за данную процедуру в некоторых случаях больница оплачивает процедуру гемосорбции And the final question is, could you please clarify to us, are there all specialists are familiar with hemoperfusion treatment in your clinic, in your hospital, as they all know how to treat patients using hemoperfusion, LPS absorption? Well, I think that yes, that most of them, as I mentioned earlier, our clinics, one of our clinics' main interest is sepsis and various modes of sepsis treatment. So, extracorporeal sepsis treatment is one of the subjects that are very interesting for us and for our doctors. So, I think that all of us are familiar with it. And we have another question to you in the chat. Could you share with us, do you have any experience on applying these adsorption methods on children who have COVID-19 disease? No, no, we've never tried it. I work in adult ICU, so we don't have children in our ICU. So, I can't say about any experience in children. Коллеги, к сожалению, не могу поделиться опытом лечения детей, потому что я работаю со взрослыми. У нас отделение интенсивной терапии и реанимации заточено под взрослых пациентов, поэтому не могу прокомментировать данный вопрос. Коллеги, к сожалению, не могу прокомментировать данный вопрос. Okay, so I suppose that we can move on. So, once again, thank you very much for your very interesting presentation. We are very excited and we are very interested in your lectures. Thank you very much. Thank you very much, too. So, I assume that we can pursue with Susan's presentation. Can you see Susan's screen now? We can see the Susan's screen. Very good. Can you see the differentials? Great. Yeah. Who depends on the screen while looking for them? ... There are some there little small ... ... So, they did not see him there? No. Максим, сейчас у вас все на экране? Да, мы можем видеть все на экране. Хорошо, хорошо. Здравствуйте, всем. Меня зовут Сусан Педерсен. Я работаю как продукт менеджер в Алтехо Медико. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Сюзанна Петерсен. Я работаю специалистом по продукции в компании Алтехо Медико в Швеции. И мой доклад будет посвящен продуктовой информации по адсорберу Алтехо ЛПС. Алтехо Медико является сертифицированной компанией по стандартам ISO 13485, компания которая занимается производством медицинских изделий и основана в 2002 году. И находится в старом университетском городе Лунд. Historically, dialysis was invented in Lунд in 1964, and the company Gambo was founded here. Therefore, Lунд holds a long tradition of knowledge and experiences within extracorpal treatments. And the Altehco LPS absorber was developed here and in collaboration with the university. Исторически, dialysis был основан в городе Лунд. И компания по имени Gambo была основана здесь, первая dialysisная компания в мире. Поэтому Lунд сочетает в себе давние традиции, знания и опыта в применении экстракорпоральных методов лечения. И наш продукт, Altec LPS absorber, был разработан в соответствии с совместной работой университета города Лунда. We provide a product for hospitals all over the world to remove endotoxin from the patient's bloodstream in acute critical situations, as well as in scheduled hospital treatments, as for instance, cardiosurgery. Altec обеспечивает больницы по всему миру медизделями для удаления endotoxina липополисахаридов, LPS, из кровотока пациентов в критических ситуациях, а также при плановом стационарном лечении, например, при операциях на сердце. We have the production in-house, and the absorber is CE-marked, patented, safe and easy to prepare, and comes with documented effects. У нас есть собственное производство, absorber соответствует высочайшим стандартам качества, он имеет маркировку CE-marked, данный продукт запатентован, безопасен, его легко подготовить к началу процедуры, и более того, имеется вся необходимая клиническая документация. The company is also listed on the Swedish Stock Exchange. The attended use of the Alteco LPS absorber is for removing circulating endotoxins from the bloodstream. The indication is endotoxemia and or sepsis or septic shock caused by gram-negative bacteria. The product should be used in hemoperfusion mode, and the definition of hemoperfusion is blood purification used for removing toxins. So, the absorber Alteco LPS is recommended to use in a glemoperfusion mode. Glemoperfusion is recommended to use in a glemoperfusion mode for removing toxins. Unlike hemodialysis, hemoperfusion is able to remove highly protein-bound and lipophilic compounds. В отличие от гемодиализа, гемоперфузия способна удалять высокомолекулярные белки и липофильные соединения. There are two major types of materials, and that is activated charcoal and resins. Существует два основных типа сорбирующих материала – активированный уголь и смола. Resins have a greater affinity, and the Alteco LPS absorber consists of resin. Смолы обладают большим сходством с липидорастворимыми молекулами. Адсорбирует Alteco LPS состоит из смолы. The absorber can be used with different blood pumps or different available CRRT machines. The machines need to have hemopo-fusion or a scuff mode. Адсорбирует Alteco совместим с аппаратами в режиме CRRT или для его использования необходим насос крови. Для того, чтобы использовать адсорбирует Alteco на аппаратах CRRT, необходимо использовать его в режиме гемоперфузии или в режиме медленной непрерывной ультрафильтрации. The absorber is also compatible with all the different machine-manufractors' bloodlines. And here on the picture, we can see one example of the Acai machine used, the PLUS AUTO. And I am sure that you in Russia have several more different options of blood pumps or different machines, which you know very much more about than I do. Значит, для того, чтобы подключить адсорбирует Alteco к аппарату, также необходимо кровопроводящая магистраль. На данном слайде вы можете увидеть успешный опыт подключения адсорбирует Alteco к аппарату PLUS AUTO SIGMA. Также данный адсорбирует совместим со многими известными аппаратами, которые сейчас действуют как на европейском, так и на российском рынке. Также хочу отметить, что, наверное, вы лучше меня знаете, с какими аппаратами, с какими отечественными аппаратами совместим данный адсорбирует Alteco. И приведу вам некоторые примеры аппаратов, которыми совместим адсорбирует Alteco. Это аппарат, это такие производители, как Nikisa, аппарат Aquarius, Baxter Prisma Flex, B-Brown, Fresenius и Medica, и также Medica, аппарат FlowSmart. Продукт стерилен и предназначен для одноразового применения. Его главная цель – это удаление эндотоксина. Подготовка процедуры проходит очень быстро и легко, максимум 10 минут. Можно проводить ее как вручную, так и автоматически, используя аппарат для CRT. Как вы можете видеть на фотографии, если продукт готовится вручную, то только два лица. Мы связываем одну на верху и одну на верху, и одну на верху, и мы позволяем сейлайн через гравитию. И, значит, уважаемые дамы и господа, на данном рисунке представлен процесс подготовки адсорбера вручную. Подготовка вручную происходит под действием силы тяжести. На правой стороны, на слайде, вы можете увидеть подробную схему. Для подготовки необходимо тысячу миллилитров фильтраствора. Также во время лечения необходимо небольшое количество гепарина, чаще всего вводимое в виде болюсной дозы в экстракорпоральный контур в начале процедуры. И также, как хотелось бы еще раз повторить, что во время лечения необходимо вводить небольшое количество гепарина в виде болюсной дозы. Также во время процедуры рекомендуется поддерживать время активированного свертывания крови АСТ во время лечения на уровне выше 180 секунд. Но хочу обратить внимание, так как процедура занимает очень короткое время, обычно данный параметр не принимают ко вниманию. Для того, чтобы обеспечить достаточный доступ к потоку крови, необходим двухпросветный высокопоточный катетер размера 12-14. Для того, чтобы обеспечить необходимый поток крови на скорости 150 плюс-минус 50 миллилитров в минуту. Процедура лечения очень короткая, занимает всего 2 часа для того, чтобы привести к стабильному состоянию пациента. И обычно необходимо достаточно одной процедуры. Все остальные остальные – это 2B или 3, что означает «медиум» или «хай-риск» продукты. Отсорбер Альтека ЛПС – это медицинское изделие, относящееся к классу 2А, низкого или среднего риска. Хочу обратить ваше внимание, что данный продукт является единственным на рынке. Все остальные продукты относятся к более высокому классу риска, такому как 2B или 3. Корпус отсорбер Альтека состоит из дисков из пористого полиэтилена со средними размерами пор в 100 микрон, что сводит к минимуму риск свертывания крови и максимизирует использование всей поверхности. It has an extensive surface area of 3 square meters and a small absorber volume of 100 milliliters. Отсорбер имеет большую площадь поверхности, равной 3 квадратных метров, и также имеет небольшой объем заполнения, равный 100 миллилитров. Активный компонент представляет собой нетоксичный пептид. Пептид на 100% синтетический, со специфическим связыванием с липидом А, токсичной частью эндотоксина. Because of the active component, because of the synthetic peptide, there are huge benefits with the products, because it means there are no drug interactions, There are no toxicity. There are no contraindications for using the product. There are no side effects and no serious advance has been reported. It is totally safe for the patient. So, when should the trial treatment start? As we heard from previous speaker, the time factor is a big issue when it comes to treating the septic patients because every hour that the treatment is delayed, mortality increases with 8%. Как мы уже услышали от предыдущих лекторов, время начала процедуры действительно имеет значение. С каждым часом задержки процедуры повышается риск на 8% смертности от развития септического шока. Рекомендованное время начала процедуры, как только диагноз эндотоксимии был установлен. Когда среднее артериальное давление понижается ниже 65 мм ртутного столба. В данном случае для того, чтобы поддерживать давление необходима, возопрессорная поддержка. И еще одним очень важным фактором является снижение выделения мочи. Хочу подчеркнуть, что вот эти три фактора являются главными факторами для начала проведения процедуры гемосорбции. И что же, какой результат мы можем ожидать после лечения? Мы увидим стабильного пациента. Так как мы уже увидели от сообщения предыдущих докладчиков, улучшаются многие клинические показатели пациента, такие как среднее артериальное давление, также пульс. This stability means that the vasopressor support can be decreased or even withdrawn, and this happens often already during the treatment. Как следствие, можно отказаться от вазопрессорной поддержки, и, как следствие, чаще всего данный показатель можно увидеть во время процедуры. We also see an improved saturation of the patient. Также улучшается уровень сатурации. Также после проведения процедуры понижается уровень эндотоксина, понижение уровня лактата в сыворотке крови, понижение уровня прокальцитонина, также улучшение общего состояния по шкале СОФА. And what about documentation? И что насчет документации? Well, we have safety studies, there are observational studies and feasibility studies. У нас есть исследования безопасности, неэкспериментальные исследования, расчетно-аналитические обоснования. We have case reports and different papers, and also workshops that have been done, and posters presented in many exhibitions. Также у нас есть отчеты о клинических случаях, мы организовываем научные симпозиумы, у нас есть различная рекламная продукция, рекламные плакаты, которые были использованы на различных конференциях. And last but not least, we have just started the process of a register, which six countries will be included in, whereof Russia, hopefully, will be one of those. Также мы начали организовывать и проводить исследования. На данный момент в исследование будет включено шесть стран, включая Россию, и мы только начали. И я бы хотел подвести итоги. Данный продукт относится к низкому классу риска. Процедура подготовки занимает всего 10 минут, и время процедуры составляет всего 2 часа. It is highly efficient in removing endotoxin, so normally one treatment is enough. Его высокая эффективность подтверждается удалением эндотоксина, и, как правило, одной процедуры более чем достаточно. And due to the active component, the synthetic peptides, there are no contraindications, no side effects, no risk for the patient. И благодаря активному синтетическому компоненту, у данного продукта отсутствуют какие-либо побочные эффекты, какие-то либо противопоказания. Данный продукт абсолютно безопасен. And easy parameters to define when to start the treatment is the main arterial pressure around 65, when the vasopressor support is needed, and when urine production is decreasing. Here is time to start. И критерии для начала процедуры являются очень простыми, когда артериальное давление, когда среднее артериальное давление понижается до 65 миллиметров ртутного столба, есть необходимость вазопрессорной поддержки, когда уменьшается производство выделения мочи. Это все является сигналом к срочному началу проведения процедуры. И после проведения процедуры, после двух часов, мы видим стабильного пациента с улучшенными показателями гемодинамики. Спасибо большое за внимание, и если есть какие-либо вопросы, я буду рады ответить их. Да, Сусян, спасибо большое за вашу интересную презентацию. Мы имеем несколько вопросов в нашем сайте. Could вы please clarify to us the following вещь? Just a second, please. Yeah, no problem. Could you please clarify to us what mechanism is used in order to eliminate endotoxins during hemoperfusion procedure? What kind of peptide is used in Alteca absorber? And do you have any proofs? Do you have any proofs that Zetalteca eliminates all pathogens? Zetalteca eliminates all pathogens and lipopolysaccharides? Yeah, the synthetic peptide we have is patented together with our matrix. And the beauty with it is that it is 100% specific in binding just to lipid A. And lipid A is the toxic part in the endotoxin. Thank you very much for your answer. Значит, самым главным фактором является то, что lipid A является встроенным в основу данного адсорбера. Немного факторов. Вопросы о том, что ли это? Нет. 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 и коллеги да прошу прощения за небольшую задержку и собственно говоря лепит а сорбируется данном от сорбирует альтех лпс я hope that my my reply will be clear and Susan we hear we have received another question in the chat but I suppose that we are run of time we should move on to the second to the final lecture because we run of time so thank you very much for your kind attention it was very interesting for us I suppose that if our colleagues have any questions we will send you by email and you will reply to all of their questions you are welcome to do so Maksim добрый день Сергей Алексеевич добрый день это здрасьте 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 моя фамилия Ростовский Михаил Борисович я задал вопрос по поводу механизма действия системы альтека на удаление иллюминации эндотоксина ответа я не получил тоже время я не получил если доказательства то что тропности этого пептида к лпс и для вашего можно было удалять д 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 Ну, может, Максим может помочь перевести лектору? Ну, потому что это же просто реклама, и все, и больше ничего. Понимаете? Мы превращаем вебинар в рекламу. Нет, немножечко не так. Просто я думаю, что вряд ли они скажут вам о механизме действия самой мембраны, хотя наверняка она запатентована, она именно занимается как раз применением Алтека. То, что мы имеем, тот опыт, который мы имеем, она работает исключительно на сорбции ЛПС. И в этом ее все, наверное, и преимущества, и недостатки той или иной. И как раз я, может быть, попробую вот в своем выступлении, в своей лекции это более подробно сказать, вернее, не то, что показать, а показать то место, где должно использоваться это устройство, как мне представляется. И еще один вопрос, Сергей Алексеевич. Она вначале сказала, что там используется смола, а потом пептид. Так все-таки смола или пептид? Резин. Резин это... Резин это смола. 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 А это называются ватные тампоны, которые туда с полиэтилена сделаны. Смолы там даже не пахнет. Ну, это уже вот вопрос детальный, я думаю, это вы, если напишите, вы получите какой-то квалифицированный ответ. Ну, поэтому я говорю, что это получается не вебинар, а рекламный. Понимаете? Это марш. Зачем? Зачем? Зачем людей собирать и превращать это в рекламный фарс? Понимаете? Михаил Борисович, это не фарс. Кто-то может ответить на вопросы, которые... Михаил Борисович, можно я сейчас начну... Да, конечно, извините, Сергей Алексеевич. Спасибо. Спасибо. Можно меня включить, а, коллеги? А вы уже, мне кажется. Алло. Мы только с вами друг друга слышим, Сергей Алексеевич. Да, я понял, что мы с вами слышим только друг друга, вот я пытаюсь... Коллеги, буквально пару секунд. Да, но это не самый худший вариант, свяжите другую. Наверное. Наверное. Ну вот, не знаю, видно ли мое, нет? Я вас прекрасно вижу на весь экран. И слышу. Нет, вы меня видите, а презентацию вы мою видите? Нет, не вижу, только вас. И ваши настенные дипломы. Это уже замечательно. Это уже замечательно. Тогда я... О, а сейчас вообще на весь экран. А вот сейчас... А сейчас получился уже и слайды. И слайды. Итак. Добрый день, уважаемые коллеги. Моя задача сегодня, может быть, суммировать, попытаться ответить на те вопросы, которые у вас есть. Далее, вот Михаил Борисович задал более тонкие вопросы, на которые я, к сожалению, не специалист по вот этой части, поэтому ответить мне довольно сложно. И я думаю, что, может быть, в условиях какой-то там переписки непосредственно Сюзан Михаил Борисович получит ответ. Но моя задача сегодня несколько, может быть, суммировать те вопросы, те выступления, которые были представлены нашими польскими коллегами и производителями, о том, современной концепции сепсиса в условиях пандемии COVID-19, как себе представляется сепсис, почему и какая роль здесь играет, какую роль здесь играют устройства для экскорпоральной детоксикации. Или даже более того, вот как с помощью вот этих вот устройств мы можем применять их в этой ситуации, которая, ну вот, на самом деле она, я не могу сказать, что она выходит из-под контроля, но, по крайней мере, пока до плата мы не дошли. Это абсолютно точно. Итак, современная концепция сепсиса в условиях пандемии COVID-19. Прежде чем мы перейдем непосредственно к COVID-19, мне бы хотелось вернуться в 1991 год, когда была согласительная конференция. И, с моей точки зрения, ее выдающаяся роль заключалась еще и в том, что Роджер Бонн, представив, возглавляя эту конференцию, тогда еще показывал о том, что помимо бактерий, которые имеют принципиальное значение для септического процесса, он тогда еще подчеркивал о том, что, возможно, виремия, то бишь вирус эмия. И уже, видимо, так тогда прозорливо смотрел о возможности появления так называемого вирусного сепсиса. Немножко вернемся к патфизиологии. Здесь упоминались вот эти так называемые tool-like рецепторы. И сразу хотелось бы обратить внимание, что если мы с вами посмотрим схему иммунного ответа на инфекционный бактериальный агент, то здесь существуют следующие принципиальные моменты. Разные микроорганизмы, это грамм отрицательные, это грамм положительные, грибы, они свой сигнал о том, что они появляются в организме, передают в клетку через разные вот эти самые рецепторы. Как раз липополисахарид идет через tool-like рецептор 4, пептидогликан через второй, флагелин через седьмой. Но после того, когда происходит вот этот сигнал, поступает в клетку, через ядерный фактор КПОБИ, он стимулирует выработку цитокинов. И таким образом запускается реакция, которая приводит к... уже организм выбрасывает, вырабатывает цитокины, они выходят в кровеносное русло и начинается воспалительная реакция. Важный момент и принципиальный момент про кальцитонин. Мы знаем об этом биомаркере достаточно давно, с 97-го года, но тогда, в 92-м году он был открыт, в 97-м году было показано о том, что если в организме нет инфекционного процесса, то синтез про кальцитонина идет в специализированных клетках, это клетки щитовидной железы, это клетки немножко в легких, которые приводят к секреции кальцитонина, так как они специфические, то через матричную РНК идет регулируемая секреция и уже идет синтез кальцитонина, регулирующего обмен кальция. Но если мы посмотрим, вот слева вы видите этот рисунок, гель-электрофорез, вот в контрольной группе щитовидная железа и легких, в то время как при инфекционном процессе бактериальном, вы видите, что синтез идет уже во всех практически тканях организма. И вот механизм, который обеспечивается. То есть мы с вами видели продукции цитокинов, интерлекин 1-бета-фактор, некроза, опухоль альфа, они работают как гармокины. И через матричную опять же РНК во всех органах и тканях идет секреция про кальцитонина. Но вот уже это более такая широкая на весь экран, вы видите. Что происходит при вирусе? С точностью до наоборот. Интерферон гамма, он подавляет продукцию хромакинов и выделение про кальцитонина резко снижается. И уровни его значительно ниже, чем нормальное количество в организме. это 0,25, от 0,25 до 0,5 нанограмм на миллилитр. Если мы с вами посмотрим таким образом динамику ответа при бактериальной и вирусной инфекции, в чем их разница? В бактериальном сепсисе идет сразу выброс цитокинов и таким образом начинается вот этот самый цитокиновый шторм, в то время как при вирусном сепсисе, особенно при COVID-19, который сейчас мы очень хорошо проанализировали и анализируем, мы видим о том, что синдром, так называемый макрофагально-активационный синдром идет в начале. И системная воспалительная реакция начинается уже где-то с 5-6 дней. В этот период, вот в этот период, идет активная вирусемия, появляется синдром системной воспалительной реакции, но уровень прокальтистанина низкий. Именно этим обусловлено то положение, к которым сейчас обратились, вернее, то обращение, то положение, с которым обратились ведущие наши специалисты по антимикробной химиотерапии, о том, что не надо применять вот в эту фазу антимикробные препараты. И особенно тот набор, который сейчас раскупили во всех аптеках, азитромицин, левофлаксацин и так далее. Как рассматривается патогенез сегодня представляется COVID-19 септический? Ну, первая работа, одна из первых работ в апреле 2017 года в Ланцете была китайский ученый, который как раз говорили в том, что вся работа называется вирусный сепсис. Именно он, пишут они, является критическим в генезе COVID-19. На что хотелось бы обратить внимание. В патогенезе COVID-19 средней тяжелой степени, вот вы видите на этих картинках, асимптоматическая инфекция умеренная, тяжелая, и она имеет прямая пропорциональная зависимость между количеством. Я хотел бы это подчеркнуть и обратить ваше внимание, коллеги, на то, что имеется прямая пропорциональная зависимость между количеством попадающего инфекта вируса и, соответственно, вызываемой им реакцией. Довольно любопытно, вы, наверное, обратили внимание, что шел разговор о так называемом ангиэнтензим, превращающем ферменте ACE по-английски или АПФ по-русски, АПФ-2. Но важным здесь является то, что это путь, через который вирус попадает в организм. Через клетки легких, то есть альвеолоциты, где имеются рецепторы вот к этому ферменту, а также через почки, через кишечные эпители. Кстати говоря, вот именно этим обусловлено то наблюдение, о котором писали индийские ученые, китайские, о том, что у пациентов, которые принимают препараты, блокирующие рецептор ангиэнтензин превращающего фермента, а также те, кто курят, за счет того, что при как раз курении имеются те продукты, которые блокируют этот рецептор, количество вот этих вот развития инфекционных процессов в значительно меньшей степени в тяжелой, потому что меньше нагрузка вирусная. Это не пропаганда курения, это всего лишь объяснение того, почему такое происходит. Если довольно интересно, вчера, кстати говоря, вышла работа опубликован, вернее, она вышла чуть раньше, но появилась она, по-моему, в Нейче, патогенез COVID-19, которые показали о том, что наличие гена, который нам достался в наследство от неандертальцев, который расположен на третьей хромосоме, он является ключевым при тяжелом течении ковида. Причем, вот посмотрите, Юго-Восточная Азия, Китай, где наиболее широко распространено наличие этого гена, там идут более тяжелые формы заболевания, в то время как Европа, Северная Европа и наша европейская часть, там в значительно меньшей степени идут эти, тяжесть этих заболеваний. Какие главные факторы, которые, главные звенья патогенеза COVID-19? Ну, прежде всего, это вот тот самый цитокиновый шторм. Попадание вируса в макрофаг, это как раз вот это макрофагальный активационный синдром. Он очень схож с тем, что видят наши коллеги-гематологи, гематологи, они его знают, вернее, даже не гематологи, а ревматологи, извините, они его знают очень хорошо, и видите здесь те звенья, это интерлейкен 6, интерлейкен 1, к которому они блокируют с помощью сейчас моноклональных антител для лечения пациентов с ревматоидными заболеваниями. Хотелось бы обратить внимание, и чуть позже я еще скажу, мы более подробно остановлюсь на этом, что вот эти препараты моноклональные антитела стали достаточно широко применяться, и, кстати говоря, они есть у нас в наших рекомендациях по лечению COVID-19. Второе звено – это тромбоцитоз. Возрастает количество тромбоцитов как следствие активации, и все это приводит дополнительно к снижению активности Т-лимплоцитов, потому что они вырабатывают все свои факторы, включая активацию фактора программированной смерти, вот он, PD-1. И вот на этом моменте, вот я как раз хотел обратить внимание, вот это первая часть, которая идет в первые 4-5 суток. Наверное, поэтому как раз сейчас во многих рекомендациях, в том числе и в рекомендациях FDA, упомянуто о том, что противовоспалительные препараты, такие как ацетилсалициловая кислота, такая как парацетамол, вот их место здесь, и их применение здесь широко оправдано. В то время, как применение, скажем, антикогулянтов, низкомолекулярных гепаринов, оно здесь не показано. И таким образом возникает вот этот вот порочный круг, он достаточно хорошо известен при септических процессах, здесь уже начинается их сходство, то есть идет замыкание воспаления, иммунитета нарушений и развитие коагуляционных нарушений. Как раз это, наверное, то, что мы крайне редко видим в развернутых формах сепсиса, ну, по крайней мере, у нас, в нашем септическом центре, за последние, наверное, 10 лет, может быть, были единичные случаи коагалопатии потребления, то есть ДВС третьей фазы, то не характерно, как правило, для септических процессов, в то время как для вирусного сепсиса это является ДВС третья фаза, то есть фаза коагалопатии потребления, она является достаточно такой характерной. Воспаление иммунитета. Ну, если мы посмотрим в форме экспрессии воспалительных цитокинов вот при COVID-19 и при тяжелых формах бактериального сепсиса, то исследования, которые провели наши американские коллеги, они показались, они показали, что достоверных различий в профилях про воспалительных цитокинов у пациентов и с тяжелым сепсисом, и тяжелым формами COVID-19 не выявлено. Это, кстати говоря, показали и отрицательные результаты рандомизированных исследований по иммуносупрессивной терапии. Хотелось бы обратить внимание о том, что в этом году на септическом форуме, который проводился у нас в Санкт-Петербурге, выступление как раз Дениса Николаевича Проценко, первая его лекция, он обратил внимание на то, что эффективность применения вот этих вот препаратов моноклональных антител, она требует дальнейшего изучения, но пока, скажем так, первичные впечатления его о том, что да, мы можем каким-то образом снизить выраженность цитокинового шторма, но мы оставляем беззащитными пациентов в дальнейшем течении заболевания. Это очень важный момент, потому что если вы вспомните о том, когда, как моноклональные антитела появились на рынке, то старт к их изучению как раз это было лечение сепсиса, тяжелого сепсиса, септического шока. И первое же исследование, которое, первое, вернее, даже исследование, которое было начато рандомизировано, оно было остановлено очень быстро, потому что было показано, что пациенты в опытной группе погибают больше, чем нежели в контрольной, потому что отсутствие воспаления, оно приводило к развитию прогрессирующего инфекционного процесса, который невозможно было в последующем уже никаким образом остановить. И говоря об иммуногенезе, иммунотерапии, вот одна из таких важных работ, как мне представляется, COVID-19 иммунопатогенез и иммунотерапия, в которой пишут авторы о том, что иммунный ответ играет ключевую роль в патогенезе клинических проявлений, и рациональное управление иммунным ответом, которое включает антивирусную активность, подавление антивирусной активности за счет антивирусных препаратов, снижение системного воспаления, может быть, ключ к успешному лечению. Ну и вот те звенья на патогенезе уже так более наглядно мы можем видеть, это снижение количества лимфоцитов, то есть лимфопения и их истощение, это возрастание нейтрофилов, кстати говоря, совершенно не типично для обычных вирусной патологии, когда мы видим лимфоцитоз, а здесь наоборот лимфопения, мы видим здесь нейтрофилез, хотя при вирусных инфекциях должна быть нейтропения. И какие клинические проявления, ну вот здесь мы с вами видим цитокиновый шторм, полиорганную недостаточность и несколько таких моментов, видимо, вот этот цитокиновый шторм, как представляется автором, действительно увеличивает резко проницаемость эпителия, вернее, извините, и эпителия, и эндотелия, и появляется развитие то, что называется респираторный дистресс-синдром, появляется нарушение и в печени, появляется развитие почной недостаточности, много сейчас достаточно публикаций идет о вирусном миокардите, что я вчера как раз смотрел, готовясь к этой лекции, о том, что примерно 15-20% пациентов, которые имеют нарушение в виде миокардита за счет вот непосредственно воспалительного действия как вируса, так и явлений, связанных с нарушением микроциркуляции. Здесь не показано, но уже имеются несколько публикаций о том, что отметили и неврологи, и показали у пациентов с помощью МРТ являются нарушения за счет микроциркуляции в мозге и проявляются как клинически, так и уже и психические нарушения, и неврологические тоже. Стратегия терапии. Ну вот здесь вот мы сталкиваемся крайне интересно. Мне было это май месяц, даже уже где-то позже, на июль вот эта публикация. Посмотрите, пожалуйста, усиление возрастания количества лимфоцитов, то есть иммуномодуляторы. Что нам рекомендуют? Какие возможные варианты? Значит, натуральные киллеры, интерферон альфа, два интерферона альфа, бета, клинические трайлы начинаются, псевдомоносаэрогеноза, нет данных, тимозин нет данных, инвалисцентная плазма, что возможно лечение, может быть, да, может быть, нет, ингибирование, воспаление, и вот мы здесь видим данных нет, данных нет, и идут какие-то исследования. То по коагуляции, я еще немножко позже вернусь по этому вопросу, ну, здесь вот более подробно написано, вот это схема патогенеза коагулопатии, которая идет опять через макрофаг, активация коагуляции, если мы видим здесь, вы видите, насколько идет коагулопатия потребления, вот здоровая клетка эндотелиальная, вот ее на выстилке имеется на гликокалийсе антитромбин, но это все потребляется, и вот здесь мы уже видим формирование тромбов, которые приводят к развитию ДВС-синдрома. Точно так же этот механизм работает в легких, опять я хотел бы здесь обратить внимание на то, что вот этого самого АПФ-2, рецептор КПФ-2, который играет ключевую роль в проникновении вот этого вируса в легочную ткань, и вот как раз здесь мы видим вот этот низкомолекулярный гепарин, когда его есть смысл применять, и он начинает уже работать эффективно. Принципы терапии. Ну, если мы с вами вернемся к бактериальному сепсу, то у нас мы как бы сегодня знаем четыре направления. Наиболее эффективно, наиболее значимо, конечно, это сепсис комплекс, это то, что называется сепсис бандл по-английски, и несмотря на то, что разные толкования, большие исследования сделаны в Австралии, которые показали, что не очень-то он типа и влияет с одной стороны, но с другой стороны мы можем сказать, что тот протокол, который был в Австралии и Новой Зеландии, он не очень отличается от того протокола, который предлагается по сепсис комплексу. И для того, чтобы нам сейчас добиться в наших Палестинах какого-то эффекта, конечно, нам надо помнить о том, что этот эффект должен, вернее, о том, что этот комплекс должен соблюдаться и о том, что для нас это один из ключевейших вопросов, если так можно сказать. Ранняя фаза. Как раз коллеги хорошо показали, чем раньше мы начнем, тем лучше. ЛПС-адсорбция и внутривенные моноглобулины специально это обогащенный, который на сегодняшний день есть только один пентаглобин, это вот то, что мы можем применять и то, чем мы можем достичь определенного эффекта. И дальше, когда уже наступает фаза иммуноистощения, иммунопаралича, это решение вопроса об иммуностимуляции. Чем? Как? Это до настоящего времени является камнем таким преткновения, табуля раса. мы не знаем на это ответ. Значит, определенные исследователи Соединенные Штаты Америки, Франция, это Ходжкинс и его коллеги предлагают использовать в настоящее время это блокад PD-L1 леган программированный смерти. Показано, что он не вызывает активации цитокинового шторма. В Российской Федерации для этого отрабатываются те или иные протоколы интерлейкина второго, который единственный препарат, который у нас в этом на сегодняшний день зарегистрирован. К нему много вопросов, но и есть положительные результаты. Что мы можем говорить про COVID-19 и сепсис. Ну вот тут вот те данные, которые мы сегодня имеем с вами, которых мы можем говорить по данным, скажем, Санкт-Петербурга и не только. Ранняя фаза. Вот здесь имеет значение, конечно, сорбция цитокинов. Применяются различные колонки, устройства, которые показывают свою достаточную эффективность в чем мне лично видится преимущество экстракорпоральных методик вот на этом этапе. Мы убираем цитокины, но мы не выключаем активацию воспалительного процесса, то есть он сохраняется. То есть мы не блокируем его настолько и блокируем, мы просто удаляем какой-то там избыток. Мне сложно сказать, если Михаил Борисович меня слышит, может быть, он мне потом поможет, поправит в отношении вот этих вот какое количество цитокинов мы здесь убираем, мы получаем, но я так понимаю, что это регулируемое удаление цитокинов, для которых мы должны получить хороший ответ. Антицитокиновая терапия, да, это та ситуация, которая сегодня подвергается большим сомнениям, и я чуть позже покажу то, что сегодня уже получено и рекомендовано FDA. Антикоагулянты, несомненно, они должны применяться, они должны, они, ой, извините, они должны, так, что-то у меня выскочило куда-то, зачем у меня выскочило, не знаю, не знаю, не знаю, ой, может быть, что-то, что-то у меня выскочило, голубь кемитинга, голубь кемитинга, так, не могу, давайте начнем сначала, нет, сначала не могу, сейчас попробую, может быть, слушайте, куда-то делся, так, хорошо шло, вот взял и куда-то ушло, опять мне этот, а, сейчас, одну секундочку, может быть, вот так, ва, 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 да, значит, здесь мы сегодня не понимаем про иммуностимуляцию, мы говорим про антимикробную терапию и мы говорим про непосредственную ЛПС-адсорбцию, это вот уже при развитии бактериальной фазы, каким образом, что мы говорим по селективной сорбции, ну, помимо того, что, еще раз, в стационарах Санкт-Петербурга, которые работают по ковиду, имеются хорошие результаты, я не готов пока их озвучить уже в цифрах, но все, с кем я общался, все говорят о том, что, чем мы раньше начинаем, вот, именно на, при развитии цитокинового шторма, тем лучше получаются результаты. Антицитокиновая терапия, какие моноклональные антилаги? Это интерлейкин-6 ингибиторы, интерлейкин-6 рецепторы ингибитора, яновский назоингибиторы, к сожалению, по данным FDA не рекомендуется в рутинной клинической практике и только для проведения клинических исследований. Иммуноглобулины специфические, не специфические, мезинхимальные клетки, интерферон-альфа, интерферон-бета, то же самое не рекомендуется в клинических, только для клинических исследований в рандомизированных клинических трайлах, не больше того. Дексаметазон, на сегодняшний день дексаметазон или преднизолон или гидрокортизон или метилпреднизолон рекомендуется в дозе 6 миллиграмм внутривенно из расчета на дексаметазон в течение 10 дней. Это получило подтверждение у наших коллег из Соединенных Штатов и также в клинической практике мы видим эффект от применения этих препаратов. Антибактериальная терапия нужна она нам или нет? Ну, я уже отвечал на вопрос о том, нужна она нам или нет в раннюю фазу. Она нам не нужна и мы должны это помнить. Для ее оценки необходимо обязательно использовать прокальцитониновый тест, потому что если вы его не используете, вам крайне сложно понять, когда включается, когда начинается супербактериальная инфекция, то есть суперинфекция бактериями, потому что картина клиническая и лабораторная имеется в виду общий анализ крови. Мы видим подъем лейкоцитов вместо того, чтобы они снижались, мы видим лимфопению, то есть как бы типичные бактериальные инфекции, на самом деле это идет вирус имия. Вот что нас вводит, может вести в заблуждение, чего, собственно говоря, надо и опасаться. Несколько слов о том, чем лечить, и вот перечисляя все те эскейпы известные, вот посмотрите данные, то, что мы сегодня имеем по нашему центру, по центру лечения тяжелого сепсиса, рост грамм минуса, мы видим вырастает клепсиела пневмония, мы видим ее резистентность вот на этих картинках, что буквально за последние годы имепенем практически перестал работать, меропенем еще чуть-чуть работает, и если взять структуру резистентности, то обратите внимание, вот это красненькое, это показывает о том, что у нас карбопенемазы нарастают каким-то катастрофическим образом, а здесь приведены данные по Соединенным Штатам, им удалось каким-то образом за счет видимо мероприятий инфекционного контроля снизить это количество, и вот вы здесь видите, что Восточная Европа, вся Европа и Восточная в том числе, там идет рост карбопенем резистентности. И сегодня, конечно, для клиницистов мы много уже говорили о том, что при сепсисе нам необходим прокальцитонин как маркер того, когда начинать, когда заканчивать, но он становится особо актуальным при COVID-19 инфекцией, потому что до начала бактериальной суперинфекции применять какие-то антибиотики абсолютно противопоказано, потому как мы уничтожаем свою микрофлору, пациент лежит в стационаре, к сожалению, госпитальная флора это уже реальность, причем я специально показал какая госпитальная флора у нас и это та ситуация, в которой мы становимся практически беззащитными, если мы с помощью тех препаратов, которые население скупило уже начинает сами лечиться, а я уже знаю многих, которые применяют и амоксиклав, которые применяют ротопинем дома, потому что им говорят о том, что это эффективно. Когда такие пациенты поступают в стационар, у нас остается только какие-то уже последние поколения препаратов, типа там, не знаю, цифтозигим авибактам или что-то такое, цифтолазам тазобактам, которые могут быть эффективны в лечении этих больных. Пожалуйста, коллеги, помните об этом, о том, что применять антибиотики только тогда, когда вы видите, что уровень прокальцитанина растет, он становится выше 0,5 микрограмм на литр, и тогда можно уже применять, нужно применять антимикробные препараты. И вот доказательство того, о чем я вам говорил, посмотрите, если вы видите уровень прокальцитанина 0,5, то отношение шансов, он становится одним из наиболее важных факторов, определяющих исход пациента. Высокий фактор, бактериальная инфекция, вот тогда вы можете ориентироваться и понимать о том, что для вас этот биомаркер дает очень хороший такой ориентир в вашем лечебной стратегии, выработке лечебной стратегии. Опять же разница прокальцитанина, смотрите, вот бактериальная инфекция и смешанная вирусная, то есть, видимо, нарушение проницаемости, нарушение повышения транслокации, оно как раз приводит к более высокому уровню прокальцитанина и позволяет его использовать. Ну и большое исследование, которое проведено было в Бразилии, оно лишний раз показало, что применение нашего любимого народом азитромицина, оно даже больше повышает летальность, нежели чем в контрольной группе у пациентов с COVID-19. Резистент эсклипсиел, ЛПС, адсорбция, когда она и что она должна применять. Ну, здесь я могу сказать только тот опыт, который мы имеем у себя. Я, наверное, отвечу на тот вопрос, который я задавал нашим коллегам из Польши. Применяем у нас достаточно жесткие показания для ЛПС-адсорбции. Мы не считаем так, так как считают коллеги из Швеции, что септический шок это есть показания. Мы считаем, что только грамм отрицательный септический шок это есть показания для применения ЛПС-адсорбции. Опыт показал, что и наш, и здесь-то мы уже следуем нашим коллегам из Японии, которые сформулировали так, что, конечно, интраабдоминальные, но не все интраабдоминальные, а только нижний этаж брюшной полости, там, где грамм отрицательный играет ведущую роль, это является показанием для назначения ЛПС-септический шок показанием для ЛПС-адсорбера раз, это менингококцемия, где опять же играет ведущую роль эндотоксин грамм отрицательного менингокока, и также это акушерский сепсис, где мы получаем очень хорошие результаты, септический шок, вот там мы достигаем, вот наша публикация, единственное, что как раз хотел показать, вот посмотрите уровень прокальцитанина, который до сорбции, и как мы видим его снижение уже после выполнения сорбции, ну и немного, как меня просили сказать о насущном, о том, откуда мы деньги берем на вот это вот мероприятие. Ну, здесь все довольно просто, я лишний раз хочу поблагодарить правительство Санкт-Петербурга, начиная, наверное, еще с председателя комитетом, когда был Юрий Александрович Щербук, которым нам удалось сделать наш септический центр и сделать вот это самое генеральное тарифное соглашение. Вот посмотрите, мы были, это 14-й год, это 18-й год, мы имеем достаточно большие тарифы, но если у пациента есть тяжелый сепсис, вот тариф 84-й для реанимации, вот он стоит таких денег на 14 дней и плюс к этому мы имеем право провести мероприятие экскорпоральной токсикации за каждую сорбцию, мы получаем около 280 тысяч рублей, там что-то 275 или 277, я боюсь соврать, мы имеем право пациенту поставить пика, нам полностью оплачивать для пика плюс, вернее, для прямого инвазивного мониторинга и все необходимые процедуры этим пациентам оплачиваются через фонд ОМС, ну, для того, чтобы вы понимали объем, сколько у нас таких пациентов, ну, вот в год их идет порядка 4 тысяч, в среднем в год на оплату фондом ОМС порядка 650-700 миллионов рублей на лечение пациентов с тяжелым сепсисом в Санкт-Петербурге. Я думаю, что я ответил на этот вопрос, и в заключение вот те мои соображения о том, что манифестированы септического процесса, как именно септического, начиная с четвертых-пятых суток. Развитие синдрома ДВС иммунодепрессии в ранние фазы при COVID-19 это ее особенность. Прокальцитониновый тест это важнейший критерий присоединения бактериальной инфекции и стартинга антимикробной терапии. И сорт цитокинов эффективный метод раннего лечения цитокинового шторма. И в завершение наверное хотел бы сказать последнее о том, что для применения ЛПС адсорбера возможно или нет? Да, конечно, возможно, но мы должны четко верифицировать, что это имеется грамм отрицательный инфекционный процесс, вызвавший септический шок, тогда вы получите эффект от применения того или иного прибора, устройства для ЛПС адсорбции. Вот на этом позвольте закончить вот таким прекрасным видом Санкт-Петербурга. Спасибо вам за внимание. Готов ответить на вопрос. Вот тут что-то поступило. Давайте посмотрим. Так. 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 Сергей Алексеевич, это ответы на вышестоящие вопросы от Михаила Борисовича. Да, Михаил Борисович, вам все ответы прислали. Спасибо большое, но я хотел бы вам задать, Сергей Алексеевич. Да, вы это с удовольствием. Меня знаете, что интересует? Как часто у вас развивается бактериальный шок? Ну, наверное, все больные умирают в конце концов от бактериального шока и развития полиорганной недостаточности. Как часто у вас это возникает и как часто вы применяете и какие колонки для ЛПС-сорбца вы применяете? Это первый вопрос. И какие результаты хотелось бы узнать? Это первое. И второй вопрос, вернее, не вопрос, а, наверное, сообщение. Я не могу сказать, что 100%, но 99% такого известия, что московское правительство, мы благодарим нашего мэра, который включили в ОМС, который миксирует сорцию, которая теперь стоит по ОМС 550 тысяч рублей. То есть, мы практически можем по ОМС проводить эту процедуру. Потому что раньше, конечно, это было 300, где-то с чем-то тысяч. В общем, мы не окупали абсолютно давно, в районе половины цены. Сейчас практически полностью мы можем по ОМС это делать. Это приказ по ОМС от 16 октября. И существенно увеличились цены на другие экстракорпоральные методы, в частности генофильтрации, гемодефильтрации и так далее. Но это, так сказать, просто дополнение к Санкт-Петербургскому началу. Вот всегда Санкт-Петербург впереди, Москвы были. Вот, но взять... Нет, никакой не вы начали первые и вы соглашение действительно подписали давно, что мы не сделали. Вот сейчас это мы уже пошли по вашим стопам и сейчас вроде бы это мы тоже начинаем потихоньку вас догонять. Так, все-таки бактериальный сепсис, у вас бактериальный сепсис, как часто у вас возникает и это что, кладбище потом получается или все-таки люди удается спасти? Отличный вопрос. Спасибо, Михаил Борисович. Я хочу сказать, что когда у нас традиционно, видимо, так получилось, что у вас как-то к вам... Ну, Москва богатый город, поэтому туда пришел Тарей, а видимо Швеция ближе к Петербургу, поэтому к нам пришла Алтека. Мы начали достаточно много применяли в военно-медицинской академии у Андрея Николаевича Бельских, Михаил Владимир Косарова, да, они очень много применяли препараты ЛПС-адсорбцию и быстро достаточно стало понятно с моей точки зрения, что те показания, которые я боюсь соврать, а вы меня поправите, выработали японские коллеги, там то ли 200 уже, то ли уже даже 300 тысяч этих сорбций сделано, вот те показания, которые должны использоваться при назначении ЛПС-адсорбера, это прежде всего, конечно, граммо-отрицательный септический шок, вот если мы на нем лечим, а это нижний этаж брюшной полости левая половина, причем даже не правая, правая она как-то меньше, ну вот я так на скидку может быть один, может быть два больных, а левая половина, она очень, она такая поддается коррекции, то есть мы сейчас отработана методика в институте, я, ну, очень здесь работает хорошая очень команда, и начмеды нас поддерживают, директорат, то есть что делается, пациент септическим шоком интраабдоминальный, он выполняется операция по типу damage control, то есть заходишь, не выполняется в полном объеме, просто перекрывается доступ инфекта в брюшную полость, брюшная полость закрывается с помощью вака, и пациент поступает в септическую реанимацию, где ему выполняется уже ЛПС адсорбция. Вот то, что вы видели наше сообщение, я показывал на вот этом ИСИКМе последнем, который был электронном виде в сентябре в Винсантовском, это 14 больных, которые прошли у нас за последний год. В среднем это 1-2 больных в месяц. Вот таких у нас поступает. Вот мы их шкаливает, то это как правило грамм минус. Тогда мы это делаем. Мы к сожалению у нас еще не до конца мы сделали то, что хотим с нашей бак-лаборатории, чтобы она была образцово-показательной, пока она не совсем образцово-показательная. Если мы видим грамм минус хотя бы на микроскопии или по высокому прокальству станину, это показания для сорбции. И также очень хорошо работает у нас на акушерском. Вот сейчас потише стало, а так то ли с этим ковидом, то ли я не знаю из-за чего, но обычно где-то 1-2 1-2 роженицы в месяц поступали из роддомов. Сейчас не знаю как в Москве, но в Санкт-Петербурге достаточно большое количество увеличения родов за счет трудовых мигрантов. Естественно, конечно. Они уехали куда-то, но за счет их они поступают плохо обследованные с этим шоком, но чрезвычайно отзывчивы на вот эту терапию. То есть ЛПС-адсорбер она поступает практически в коме, начинаешь крутить и она уже там к концу процедуры начинает глазками хлопать. А скажите, пожалуйста, а параллельно острые почты повреждения или тежелопеченочные достаточно в этих больных часто у вас развивается? Крайне редко. Крайне редко. А почему? Потому что вот я сегодня только читал статью, говорили о том, что до 60% больных септическим шоком развивается острые почты повреждения. Вы знаете, Михаил Борисович, очень хороший вопрос. Я когда-то был на, опять же, в Брюсселе слушал, вот, я уж не помню, то ли Ромка читал, то ли кто-то из этой компании по вот как раз острому почтному повреждению, где было, тот же этот вопрос обсуждался, он тогда сказал такую фразу, что, как правило, вот это острое почечное повреждение развивается с компрометированными почками. У нас, то есть, если мы с вами говорим о том, что острое почечное повреждение это повышение креатинина, то да, оно есть, но оно не требует заместительной почечной почки. Ну, это понятно, это ясно, это я понимаю, понятно. Да, да. Это понятно. Ну, я думаю, что единственное, что я хотел бы сказать, вот, пользуясь тем, что сейчас много народу слушают вас, ну, во-первых, вышел пятый номер журнала анестезиологии показания для применения при COVID-19 кому-то интересно будет, можно почитать это. Это во-первых. А во-вторых, вышло, вчера мне пришло извещение, что в Black Pro Fiction журнале вышла наша статья по поводу применения термиксиновой сорбции детской у детей. Это наш первый опыт, где-то у нас около 20 там детей, да вот, и в принципе мы получили очень неплохие результаты, я вам скажу. По крайней мере, они опубликовали, поэтому кому интересно это можно посмотреть. У нас получился с вами диалог, давайте послушаем народ. С удовольствием, если кто-то есть и кто-то хочет что-то спросить, я готов ответить. Можете спросить Михаила Борисовича. Коллеги, есть кто-то желающих? Живой, живой, есть кто-нибудь? Коллеги, добрый день, позволите вопрос. Давайте. Михаил Борисович, Сергей Алексеевич, спасибо большое за дискуссию, очень интересно, но у меня будет такой насущный тоже вопрос, я думаю, что он больше для коллег из регионов будет насущным, потому что практически никто из регионов не от Калининграда до Камчатки не может похвастаться тарифами на ЛПС-сорбцию. и вопрос такой, что бы вы посоветовали, да, какие конкретные шаги нужно предпринять, чтобы получить тарифы в регионах. Их пока нет на федеральном уровне, и регионы не могут себе позволить очень дорогие расходные материалы и ЛПС-колонки. И что бы вы посоветовали сделать, может быть, из своего опыта какие-то конкретные шаги, чтобы получить тарифы. Спасибо. Первое слово Петербургу. Да, начну отвечать, Михаил Борисович. Я хочу сказать о том, что ну, капля точит камень не силой, но частым падением. И, видимо, вопрос, который задала Евгения, он далеко не простой, потому что вот видите, только в октябре месяце в этом году Михаил Борисович сказал, что получены тарифы для лечения пациентов в Москве. Хотя о том, о нашем опыте мы уже говорим больше, считайте, почти 15 лет прошло, когда в Санкт-Петербурге эти тарифы появились. и конечно здесь играет полностью роль личностный фактор. Если вы покажете, что есть тарифы в Питере, есть они в Москве и получены хорошие результаты, но не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра они будут решены. Так, в моем мнении. Сергей Алексеевич, позвольте, ну, во-первых, я хотел бы вас поправить. Наши тарифы были утверждены лет пять назад. Другое дело, другое дело, я хотел сказать, что стоимость этих процедур была, ну, минимальная, понимаете, она абсолютно не удовлетворяла наших руководителей, в первую очередь. Потому что... Я по этому тарифу и говорю, что... Да, а сейчас это поднялось с 16 октября уже до более-менее нормальных цифр, в частности для ЛПС-сорбса. Вот, но я с вами абсолютно согласен, все зависит от инициатив, той группы тех докторов в той области, где они живут. Потому что мы, честно говоря, с завистью смотрели на Сергея Алексеевича Шляпникова и доктора Соколова и всех остальных петербуржцев. Вот, потому что они пробили этот тариф. И я всегда Алексей спрашивал, как вы это добились. Вот, и он говорит, действительно, это надо быстрыми каплями, тогда это будет какой-то эффект. То же самое произошло и в Москве. И сейчас думаю, что в любой другой области, если будут инициативные группы, которые докажут горздраву или там, облздраву данной конкретной области, что это дает эффект и на это стоит тратить деньги, и чтобы эти деньги не уходили куда-то, будем говорить, направо или налево, скорее налево, то это лучше официально все оформить, понимаете. Иначе получится просто безысходность. Невозможно сейчас представить уже себе современное лечение сепсиса, бактериальное сепсис, и гемосорбции, без сорт эндотоксина и так далее. Это мое мнение. Совершенно согласен, Михаил Борисович. Спасибо большое. Спасибо всем, коллеги. Спасибо, желаю хороших выходных, поменьше больных и побольше удач в нашем непростом деле. Михаил Борисович. Спасибо большое, Сергей Алексеевич, за прекрасную лекцию. это серьезно, я с удовольствием послушаю. И многое сфотографировал. Спасибо. 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 До свидания. Коллеги, спасибо большое, что присоединились к нашей конференции, нашим докладчикам. Большое спасибо. Михаил Борисович, вам отдельное спасибо, что присоединились и участвовали в дискуссии и ответы на вопросы в нашей